Здравствуйте! В эфире программа «Открытый город». Меня зовут Галина Титарчук. Мы рассказываем об изменениях, которые происходят в городе, в том числе и при активном участии чебоксарцев. В Чувашии стартовал и продолжает набирать обороты национальный приоритетный проект формирования комфортной городской среды. Именно благодаря ему в Чебоксарах должны появиться благоустроенные парки, велодорожки, освещенные улицы, пешеходные зоны. Все то, что сделает нашу жизнь комфортной и приятной. Как создать по-настоящему комфортный город? Над этим вопросом думают главные архитекторы страны. В Чебоксарах состояло заседание Совета главных архитекторов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Его участники обсудили лучшие практики развития территорий, создание комфортной среды с учетом сохранения культурно-исторического наследия, современные тенденции урбанистики. Для гостей подготовили специальную выставку. Свои проекты представили молодые чебоксарские архитекторы. Так, например, Нурвард Мартиросян запроектировал вот такие здания на площади речников. Здесь было техническое задание. Нужно было запроектировать два комплекса, которые бы вписывались в городскую среду, представляли бы наш город, так как это самое видовое место у нас в городе. Олег Федоров, напротив, предпочитает неомодернизм с акцентом на форму и цвет и считает, что в столице важно формировать общественные пространства. Молодые архитекторы сейчас видят развитие чебоксар в направлении общественного использования парки-скверы и обязательно в каждом проектированном районе новом какую-то доминанту, аллею, сквер и, конечно же, ее максимально благоустроить, разнообразить функций. Опытные чебоксарские градостроители представили масштабные проекты, которые планируются реализовать в столице республики. Например, микрорайон «Премьер» и высотный комплекс напротив дома торговли. Последний обещает стать своеобразным символом времени. Это высотное здание, которое будет фиксировать там, где кончался город в 1945 году. Это здание было у нас предложено еще где-то в 60-е годы на генпланах. И мы очень ответственно относимся к высотным строениям. Но вот в этом месте все архитекторы мы неоднократно обсуждали на всех градостроительных советах и было принято решение вот такой строительства. Основная тема пленарного заседания – комфортный город. Здесь рассматривали удачные примеры разных городов мира. Цитировали бывшего мэра Барселоны Хуана Клосса, который говорил, что комфортная городская среда – это коктейль с четко выверенными ингредиентами. Только вот рецепт для каждого города свой. Составить его – задача архитекторов. Сажать травку, ставить скамеечки или какие-то диковинные фонари – это будет полумера. Это даже не будет не полумера. Это только первый шаг к преобразованию любой архитектурной среды. Нужны качественные здания, сооружения, а все остальное подтянется. Мы очень все подвержены типизации. Мы все. Мы любим одеваться по-модному. Это тоже типизация в конечном счете. И очень часто в городах происходит то же самое. Начинаются биться за повышение плотности, как можно больше разместить, как можно больше получить. А мне кажется, здесь надо сыграть на контрасте. Изюминка та, которая у вас есть. Я знаю, в Болгарске города. У ваших соседей этого уже нет. От проектов к реальным объектам. Сразу после пленарного заседания. Участники совета выехали в город, чтобы своими глазами увидеть, как идет благоустройство столицы Чуаши. Первая остановка – Московская набережная. Ее реконструкция началась в августе прошлого года. Проект разбит на четыре этапа. Сейчас реализуется второй. Столичная администрация и проектировщики планируют сделать эту территорию спортивной зоной. Белопрокат, волейбольные детские площадки, планов множество. Летние кафе и ресторанчики со временем дополнят пейзаж. То, что мы увидели, это очень радует, потому что это абсолютно в тренде. Потому что мы видим многообразие функциональное этой набережной. Мы видим спортивную инфраструктуру. Мы видим инфраструктуру для отдыха. Мы видим и нам рассказывают о том, что будет инфраструктура еще и для более тесного отдыха. Кафе, небольшие ресторанчики, небольшие сувенирные лавочки. Мы видим велодорожки. Мы видим широкие тротуары для пешеходов, для мамочек с колясками. Мы очень много же увидели. И все это говорит о том, что это будет, когда этот проект завершится, это будет очень современная, красивая, удобная набережная, куда люди будут идти. Достоинством любой общественной территории является то, что она востребована в любое время суток и времени года. А для России, для нас это особенно актуально, потому что наши климатические условия, когда у нас там в некоторых регионах до 10 месяцев зима, в году снег лежит, то это особенно становится важным. Мы тоже с Алексеем Чеговым обсуждали и планируют коллеги здесь наполнить событиями это место и в зимнее время. И действительно, уже есть задумки. Можно подумать здесь о залитии катка. Можно сделать какую-то лыжную дорожку, потому что велодорожка, которая может трансформироваться в лыжню. То есть, очевидно, есть спортивные площадки, которые могут быть зимой задействованы под, так скажем, под зимние виды игр. То есть, это такая территория, которая универсальна. И приспособить ее к любому времени суток, очевидно, можно. И еще раз повторяю, что это точно сделают профессионалы. Надо к ним прислушиваться, надо их слышать. Ну а коллеги как раз ровно в этом направлении работают. То есть, они очень тесно работают с профессионалами. И поэтому у них вот так получается. Кроме этого, Оксана Демченко отметила, что такими проектами должны заниматься только профессионалы. Центральной фигурой в этом процессе должен стать архитектор. Такими проектами должны заниматься профессионалы. И поэтому убеждена в том, что здесь точно будет изюминка. Она уже здесь есть, эта изюминка. Но вот надо просто заниматься этим проектом профессионалы, архитекторы. И уже есть вот эти вот интересные вещи, интересные площадки. Вход в подземный город – одна из таких изюминок. Это место со временем должно полностью преобразиться. Боковые стены оформят барельефами, установят новые светильники. Планируется, что живая музыка здесь будет звучать не только по праздникам и в честь визита гостей. Вход в подземный город и в целом вся набережная должна стать центром притяжения не только местных жителей, но и туристов. Четкое исследование стратегии – залог успеха. Считаю, что могла бы быть некая стратегическая задача по образу и стилю набережной, которая над благоустройством доминировать должна. Потому что благоустройство само по себе – это комплекс мероприятий. А для того, чтобы появился объект общественный, любимый городом, у него должна быть душа, у него должна быть некая идея или художественная концепция, которая, я думаю, будет в свое время развиваться будет территория. И надо, конечно, смотреть всю набережную во всей ее длине, со всеми ее разнофункциональными участками, и рекреационным, и та часть, которая ближе к застройке. И, на мой взгляд, ее надо наполнять функциями, вот такими элементами художественными, которые бы формировали некую мифологию места, давали возможность горожанам потом рассказывать дальше про историю города, давали возможность фотографироваться, приехать новобрачным в какие-то вот такие очень важные моменты жизни людей, быть на этих местах, и потом дальше передавать, что с ними связано, например, своим детям и внукам. Поэтому это очень важно, но это, на самом деле, только начало большой работы. И вот, начиная от стратегии, я вас так вот довела до предметного, уже предметной проработки благоустройства, все от общего к частному должно, в принципе, двигаться, и законодательство для этого все возможности дает. Если говорить о Министерстве экономического развития, то все, о чем мы с вами сейчас говорим, это, по сути дела, работает на конкурентный потенциал территории, в первую очередь, города. Потому что благоустройство, которое поднято до приоритетного национального проекта, это как раз тот инвестиционный потенциал, который города потеряли многие. Вот сейчас очень хорошо, что такая работа комплексная ведется, и это вот одно из мероприятий, работающие на экономику в том числе. Внимание, конечно, к этому пристальное. Мы все, что необходимо для создания институциональных условий, будем стараться делать. По мнению директора Департамента государственной охраны культуры и его наследия Минкультуры России Владимира Цветнова, в столицах национальных республик нельзя забывать и о духовном наследии. Я полагаю, что все равно часть вашей работы должна направлена быть на эту популяризацию того наследия, которое в республике осталось. Понимаете, от него никуда не денешься. Вот оно есть, оно ваше, знаете, его нельзя увезти, разделить, продать или что-то с ним сделать. Это ваше, я просто призываю вас это беречь, и те поколения, которые будут после вас, просто за это вам поблагодарят вас. Культурное наследие, вот о чем я вам говорю, это целый комплекс. Нельзя конкретно что-то сделать, набережные конкретно сделать, храмом, церковью. Можно сделать вот ту историческую среду, которая в общем, судя по тому, что я посмотрел, поехал по городу, у вас довольно-таки в хорошем состоянии сохранилась. Поэтому его можно вполне использовать и запускать вот именно в тот правильный оборот. Все города, вот уровня, да, Чебоксар, все идут как раз по такому пути, по которому идет ваше руководство. Потому что говоря о туристической привлекательности, вот всего, что только возможно, да, все-таки мы опираемся не на современные здания, там, современные сооружения, все-таки мы все опираемся на какие-то древние вещи. Да, все-таки человек цепляет память, человек цепляет историю, человек цепляет гены. Вот все те названия, которые мы в душе для себя имеем, все цепляется за какую-то историю наших предков. Поэтому это беспроигрышный вариант, вот то, что вы делаете. До тех пор, пока вы и ваше руководство будет идти такой дорогой, я считаю, успех вам вот просто предназначен. Все советы и предложения, администрация города, местные архитекторы, строители обещали взять на вооружение. Мнение у всех однозначно, что в столице нашей республики многое сделано, делается и будет сделано. Потому что мы вошли в федеральную программу, которая предусматривает выделение федеральных средств на создание такой благоприятной среды, не только, кстати говоря, в Чебоксарах, но и в других населенных пунктах и городах нашей республики. И, конечно, здесь очень важна оценка со стороны, ну, скажем так, выдающихся архитекторов, в том числе представителя Российской академии архитектуры и строительства, президента, других архитекторов крупных городов. И это одобрение, ну, есть, конечно, и предложения по дальнейшему развитию, по совершенствованию. Чебоксары является одним из первых городов, которые реализуют вот этот проект, который задумала правительство Российской Федерации, поддержана была и президентом Российской Федерации Владимировичем Путиным. И на примере вот самого процесса организации, качества работ, значит, подходов, мы достойны пример для других городов и субъектов Российской Федерации. Вот о чем говорят наши гости сегодня. После осмотра исторической части города гости отправились в жилой сектор, туда, где живут простые чебоксарцы. Двор у домов 10А, 14, 16, 18, дробь 1. По проспекту Яковлева один из самых благоустроенных. Благодаря самим жильцам здесь появилась большая игровая площадка. Но инициативные жители не собираются останавливаться и готовы вложить собственные средства в обустройство придомового пространства. Оформили письма на заявление в администрацию Ленинского района. Нам вчера в прошлом году обещали только детскую площадку оформить. А потом уже формирование городской среды, такая программа появилась. Тут уже и средства другие, и возможности другие. Мы этому рады очень. 7 рублей, 70 кп. Вот с кем разговаривал, вроде бы таких людей я не встречал. Когда все расскажут, что асфальт будет хороший, тротуары, детская площадка, парковки новые появятся, освещение обновится, и детская площадка хорошая будет. Если, скажем, все это пройдет, люди будут за. К слову, все необходимые документы уже подготовлены, дизайн-проекты согласованы. Работы начнутся в скором времени. Такие же дружные и активные чебоксарцы живут и в Калининском районе города. Жителям четырех домов 12, 14, 16, 18 по улице 50 лет Октября удалось договориться о том, чтобы обустроить один двор на всех. Раньше здесь были только карусели 70-х годов, но совместными усилиями их убрали и установили новые. У жителей много идей о том, как сделать свой двор привлекательным для всех, вне зависимости от возраста. И разработчики проекта эти предложения поддержали. Жители активность проявляют большую, они приносили свои пожелания, мы их старались учитывать. Малые формы сами жители выбирают. Тут попросили дополнительно сделать велодорожку вокруг этой территории, поменять ограждение, также сделать спортивные тренажеры. Спортивных тренажеров здесь не было. И, в общем-то, я думаю, здесь будет очень интересное, хорошее общее пространство для всего этого большого двора. То есть, в принципе, тут очень много домов выходит, и площадь большая позволяет развивать это пространство. Тот факт, что в Чувашии граждане инициативно и активно вовлекаются в реализацию проекта формирования комфортной городской среды, отметили все участники форума. Гости побывали и в строящихся микрорайонах, к примеру, в Новом Городе. Его начали строить в 2007 году. Планируется, что 25% жилья здесь будет социальным. 65% жилых площадей дадут под дома бизнес-класса. Еще 10% составят коттеджи. В конце 2017 года должен заработать детский сад. Со временем появится школа. Уже сейчас обустраивается площадка для массовых гуляний. Местные жители таким изменением очень рады. У меня здесь живут дети. Нам очень нравится. Столько здесь молодежи много. Все с детьми. А дети как радуются. Я вот была в мае, я этого еще не видела. А вот приехал уже целый город детский построен. Я очень довольна, что мои дети живут в этом районе. Архитекторы отметили, что вопросы комплексного благоустройства актуальны для этого микрорайона, как нигде. Задуман, в общем-то, традиционными классическими приемами, в общем-то, проверенными. Многие вещи сейчас сложно оценить, но их можно просто предугадать. Поскольку чебоксары очень давно и основательно работают со средой, с благоустройством, доминируют в градостроительной политике республики, это стремление к комплексному подходу и в которых преобладают ответы на интересы населения. Да, это, в общем-то, тренд сегодняшнего времени в целом стране. К большому счастью не только населения, но и специалистов. Еще один интересный с точки зрения архитекторов столичный район – Радужный. Это яркий пример того, как строители смогли вписать в непростой изломанный рельеф дома, террасы, прогулочные зоны и даже фонтан. Плавные линии везде. Вместе с тем, здесь с любой точки открывается отличный вид на город. Опыт чувашских застройщиков многие гости решили взять на вооружение. На самом деле во многих городах наличие рельефа воспринимается иногда как такое недоразумение и удорожание строительства. От этих черт пытаются избавиться всячески. Хотя на самом деле вот такие припады, лестницы, вот такое богатое благоустройство – это, конечно, такая черта, которая делает любую застройку индивидуальной. Поэтому мне очень радостно и очень приятно, что ваши застройщики понимают это и используют рельеф именно для того, чтобы создать такую особую атмосферу в жилых районах. И вот оно, вот это и есть комфорт. Когда ты вышел из дома, здесь, в общем-то, нет транзитных дорог, очень опасных для детей. Например, здесь можно совершенно спокойно детей выпустить на улицу. Вышел дальше, здесь прекрасно, у вас вид открывается, раскрывается на другие районы города, на Волгу в некоторых районах. Мне кажется, это и есть комфортная среда. Поэтому вас поздравляю, мне кажется, очень хорошее начинание. Прекрасный рельеф, и этот рельеф весьма грамотно используется местными архитекторами. Архитектура богатая и по времени, то есть есть старинные здания, новые здания. Это создает временную глубину. Благоустройство, кстати, одно из самых лучших, наверное, в России. Очень много озелененных территорий общего пользования, бульваров, отделки. Город развивается. Поездка состоялась, мы ознакомились с городом Чебоксары, и впечатления самые-самые лучшие. В рамках форума его участники посетили круглые столы, выставки и мастер-классы. Один из них провел итальянский архитектор Марио Кучинелло. Он рассказал российским коллегам, какими он видит современные здания. Как вы представляете себе архитектуру будущего? Думаю, большинство скажет, небоскребы космических форм. Если задать этот же вопрос архитекторам, многие ответят наоборот. Здания должны быть продолжением природы, подчеркивает существующий ландшафт естественной формы, флору. Такое мнение, например, у Марио Кучинелло. Девиз его мастерской можно сформулировать так. В архитектуре главное – экологичность и социально ответственный подход. Он считает, необходимо строить здание с практически нулевым потреблением энергии. Мы спроектировали вот эту башню центральную в составе комплекса, в котором также пошли по необычному пути. Она прозрачна со всех сторон. Это башня. Для того, чтобы реализовать такого рода объект, надо очень понимать хорошо, каким образом водействует солнечный свет на эту башню. Даже архитектура для самых маленьких может соответствовать этому принципу. Это ясли в итальянском городе Гвастало. Никаких мультяшных персонажей и разноцветия. Вместо этого система из деревянных ребер. Воспитанники, как в сказке про Пиноккио, где главный герой путешествует в чреве кита. Таким образом, здание само становится частью игры. Кроме того, работает естественная вентиляция, грамотно используется энергия солнца. Полностью из дерева проект с очень простой техникой. С крайне низким, почти нулевым энергопотреблением. Здесь есть система сбора дождевой воды, переработки отработанной воды. И причем ребенок с самого раннего возраста, двух-трех лет, наблюдает за всеми этими процессами. Казалось бы, где Италия и где Чувашия? Разные финансовые возможности. Архитектурные школы и, в конце концов, климат. Мы сейчас, к сожалению, перестали даже в проектах фантазировать, делать какие-то открытые террасы, которые можно было использовать, кровлю, предположим. Но не знаю почему, возможно, вопрос в эксплуатации возникает, наверное. Впрочем, некоторые принципы и технологии можно использовать и у нас. И современные технологии, ну, то есть уже дошли до такого, что можно их смело применять. Хоть сегодня использование переработанной воды, дождевой воды, например, тоже, как бы, ну, такая система, которая, ну, довольно сейчас неплохо развивается. Собирается с кровлей вода и она, как бы, переливается в определенный контейнер, где происходит переработка этой воды. Вливание экологии, скажем так, в нашу архитектуру, то есть это достаточно очень здорово выглядит. Даже вот если посмотреть в Италии дома, которые полностью отделены, то есть фасады отделены, я думаю, в Чебоксарах бы это смотрелось тоже очень хорошо. Это вообще не отдаленное будущее, технологии все известны, специалисты есть, которые применяют какие-то подобные решения. И даже в нашем проектном институте есть архитекторы, которые готовы работать в этом направлении. Другое дело застройщики, которые, скажем так, которых нужно убедить в этом. Специалисты уверены, так называемая экологическая архитектура придет в наш город. Это только вопрос времени и работы с инвесторами. Ну, а пока можно фантазировать. Это абсолютно бесплатно. Таким было 40-ое заседание Совета главных архитекторов России. Его организаторы отмечают, что обмен опытом в сфере архитектурной деятельности состоялся. Обсуждены различные аспекты градостроительной практики. Было задано много вопросов и получено много ответов, которые показали одно – видение властей, строителей, архитекторов, бизнеса и общества путей развития российских городов во многом совпадают. И подобные формы нужны, чтобы прийти к общему мнению. Ведь в конце концов, все мы хотим жить в уютном, комфортном городе и гордиться им. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова